21 декабря 2014 года состоялся учредительный съезд, или точнее учредительная конференция Русского национального фронта. Во фронт вошли несколько политических организаций, русских организаций, которые представляют русское движение национал-консервативного, национал-патриотического направления. На эту конференцию, конечно же, не приглашались те, кто выступает против Новороссии за бандитский режим Порошенко. И в целом русские организации продемонстрировали единство, хотя не все вполне однозначно приняли эту организационную концепцию, которая была предложена. А вот декларация Русского национального фронта практически не вызвала возражений. Скорее было пожелание о дальнейшем развитии совместной платформы, подготовке общей программы Русского национального движения. И создание Русского национального фронта, мы надеемся, будет существенной вехой в восстановлении Русского движения после периода погрома, после увода его в маргинальное состояние и после того, как разрушены претензии на лидерство у некоторых персон, которые появились откуда-то из подворотни, может быть, они были близки к спецслужбам, им было нужно завести русское движение в тупик. Сейчас все существенным образом изменяется. Русское движение наполняется интеллектом, наполняется деятельными людьми. И мы приглашаем как отдельных русских людей, которые еще не нашли для себя организации, в которых они могли бы работать, так и другие русские организации, в том числе региональные, которые могли бы вступить в Русский национальный фронт и действовать совместно, проводить совместные акции, проводить совместную политику. И главное, формировать общую позицию, выдвигать ее в противовес как либеральным, так и социалистическим, но и, разумеется, либерально-олигархическим группировкам, которые сейчас находятся у власти. Мы выступаем с общей концепцией видения будущего России и предлагаем ее народу, который только с этой концепцией может спастись от полного уничтожения, предписанного вот этой либеральной олигархической группировкой, изменнической и воровской. Декларацию и соглашение о принципах деятельности читайте на электронных ресурсах. Мы будем работать и в социальных сетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в других социальных сетях. Те, кто готов проявить инициативу, мы ждем уже сейчас на ресурсах тех организаций, которые активно подключились к работе, в частности, на ресурсах партии Великой России. Приглашаем выходить на связь, подключаться, входить в состав координирующих органов, подключаться к штабной работе. И в индивидуальном порядке, если кто-то готов работать, то в сети у нас колоссальное поле, которое мы должны освоить, и должны обойти либералов, прежде всего, которые у нас захватили средства массовой информации. Нам придется создавать свои. Поэтому поле для совместной деятельности огромное. Вопрос только в углублении доверия. Оно появится только при совместных действиях. Только в деятельности русское движение сможет осуществить главную нашу мечту. Вернуть русскому народу всю полноту власти в нашей стране. И вернуть ему собственность, украденную приватизаторами и различными махинаторами, которые в течение двух с лишним десятков лет находятся во власти. 22 декабря 2014 года состоялось знаменательное событие. В Министерстве культуры прошла конференция, посвященная памяти Ивана Александровича Ильина, нашего крупнейшего политического философа, может быть, самого крупного русского философа XX века, который действовал на поприще политической философии. Впервые государственная власть обратила внимание на выдающегося нашего мыслителя, работы которого считаются самыми цитируемыми на сегодня в русской публицистике, в русской политической философии. Я пошел на эту конференцию посмотреть, не совершился ли какой-то поворот во власти. Не просто обращение к цитатам Ивана Ильина, но и к его мыслям, к его замыслам, к его мировоззрению. Нет, оказалось, нет. Министерство культуры просто предоставило зал, и это была некая форма содействия. Никакого финансирования этой конференции не было, никакого приглашения средств массовой информации, практически никаких государственных чиновников не было, за исключением случайно залетевших туда, там представитель был счетной палаты, представитель Ярославской губернии, которые, в общем-то, не внесли в деятельность конференции никакого существенного вклада. Ну и была попытка неких либеральных мыслителей, или приближенных к власти, обласканных, получающих зарплаты на каких-то хлебных должностях. Они пытались переформатировать мысли Ивана Ильина, с тем, чтобы превратить его в либерала. Так прямо в одном из выступлений было сказано, что это вообще классический либерал, хотя ядро учения Ивана Ильина – это, конечно, русский национализм, он так себя и определял, как русского националиста. И монархизм, монархическая государственная идея, доказательство ее жизнеспособности и спасительности для нашей страны. Вот что такое Иван Ильин. Были люди, которые обсуждали вопрос о, как всегда, многонациональной России, и когда им необходимо было привести цитату Ивана Ильина, они говорили, вот Иван Ильин пишет «Русское национальное государство». Ну да-да-да, имеется в виду российское многонациональное государство. Вот такие подмены, в целом ряде выступлений присутствовали. Один из выступающих вообще рассказал, что какие-то скинхеды, оказывается, на русских маршах носят портреты Ивана Ильина. Ну это, видимо, какой-то чудак, который никогда на русских маршах не бывал, и вообще что такое скинхеды не знает, и даже не знает, что скинхеды как таковые исчезли еще в конце 90-х годов, и кто их видел на русских маршах. Но, несмотря на это, были и замечательные выступления. Я бы назвал среди лучших выступлений, выступление профессора Тамсинова, выступление известного искусствоведа и доктора наук Капитолины Кокшеневой, выступление доктора исторических наук Аркадия Минакова, воронежского ученого, тоже совершенно блестящий был анализ. И многие выступления действительно ценны, и опубликованные доклады, я думаю, что в ссылках необходимо будет распространить, на русских национальных ресурсах, и это серьезный, серьезный вклад в дело идеологического обеспечения нашего движения. Слава Богу, никто не смог помешать деятельности конференции. Чиновники были немногословные, очень быстро ушли. Также и священство очень быстро покинуло конференцию, высказав свои, в общем-то, не очень глубокие мысли. Ученые, русские ученые смогли достойно отметить 60-летие со дня смерти нашего замечательного философа Ивана Александровича Ильина. У нас все больше тревожит ситуация в Новороссии, там происходит постепенное перерождение власти, которая в первый момент была народной, сейчас она становится все больше похожей на власть в Российской Федерации. И, к сожалению, такая власть может привлекать в виде экспертов только людей, которые какой-то свой интерес в этом видят, либо недостаточно компетентны, недостаточно решительны, они поэтому придумывают всякие глупости. Вот 12 декабря 2014 года в Новороссии была принята декларация, которая так начинается, исходя из принципов международного права и уставов, включая право нации на самоопределение и воли народа к образованию суверенного государства. При чем здесь ООН, при чем здесь международное право? Это совершенно какие-то бессмысленные отсылки к документам и к организациям, которые никакого отношения к образованию Новороссии не имеют. И если говорится о стремлении к суверенитету, о суверенном государстве, то нечего говорить о международном праве и уставе ООН. Воля к суверенитету – это первичное то, что возникает в праве. И не надо больше ни на что ссылаться. Ну, сослались вроде бы, ладно, может быть, это такой реверанс ритуальный. Вот принял Конгресс эту декларацию о государственном суверенитете Новороссии и провозгласил образование Союза Суверенных Республик Государства Новороссии. Это получается СССР-Новороссия. Ну, кому в голову пришло вот это вот художество СССР? СССР-2 – это вот это Кургенятина пошла. Зачем все это было делать? Новороссия проглашается как государство. Это хорошо. На основе признания непрерывности действия договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. Да зачем же все это? Да при чем же здесь СССР? При чем все это? Какой договор об образовании СССР? Участниками СССР являются любые административно-территориальные образования СССР, в любой форме признавшие от имени народа и при его поддержке действия договора об образовании СССР 22 года в редакции 2014 года. То есть они перелицевали фактически декларацию об образовании СССР. То есть это просто катастрофа. Это идеологическая диверсия, которая заложила бомбу замедленного действия под Новороссию. Новороссия не выживет с этим. Все. Если это СССР, если это повторение советской программы, это заведомо мертворожденное образование. Значит не будет никакой Новороссии, суверенной Новороссии, если это будет СССР-2. Вот такой на этом маленьком пятачке. Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти является народ Новороссии. Ну хорошо, ладно, можно принять. Народ имеет право на вооруженную защиту суверенитета и территориальные целности, союза суверенных республик, свободное владение оружием, образование вооруженной народной милиции, прямые выборы ее командиров, формирование вооруженного народного ополчения в случае войны или угрозы суверенитета. Ну это вроде бы отражает нынешние реалии. Этот пункт можно принять, но предшествующий убивает все. То есть цели, получающие цели, поставленные совершенно неадекватные. Новороссия расторгает все политические связи с бывшим государством Украины, не является, не стремится быть частью общего с ним политического пространства. Ну тоже можно признать, потому что иное было бы полным абсурдом и признанием в измене. Новороссия в качестве свободного независимого государства полномоченно объявлять войну, заключать мир, вступать в союз, вести международную торговлю, совершать любые другие действия, которые имеют право любого независимого государства. Нормально. Новороссия входит в тесные, дружесные, равноправные, из общего согласия, союзные отношения с Российской Федерацией. Государственным языком Новороссии является русский язык. Про союзные отношения с Российской Федерацией, к сожалению, придется забыть, потому что кремлевское руководство уже отреклось от Новороссии. Оно признает только суверенитет и целостность Украины, и, соответственно, и целостность, включая Новороссию, а может быть даже и Крым. Это не уточняется, тем не менее, по факту так оно и получилось. Исполнительная, законодательная, судебная власть, также территориальная милиция фирмуется исключительно народом непосредственно или через выборы выборных депутатов. Не допускает создания независимых органов власти, неподконтрольных народу и так далее. Но это уже не очень интересно. Новороссия провозглашается как социальное государство, несущее полную ответственность. Новороссия поддерживает государственные коллективные формы, не допускает излишней частной монополизации, выражающей интересам общества, приватизации объектов общего пользования, инфраструктуры и так далее. Тут надо было заявлять о национализации. К сожалению, этого не сделано, и олигархические структуры продолжают владеть, чем владели раньше. К сожалению, время упущено. Но оно, в общем-то, не упущено. Упущен вот этот импульс решимости, и надо было это делать сразу. Условия деятельности частных предприятий, использующих наемный труд, определяются стверхсторонними комиссиями в составе представителей собственника, трудового коллектива государства. Недра лесоводных ресурсов, земля, вне территории городов и поселений, является неделимой общенародной собственностью земли, городов и поселений, муниципальной или частной собственностью. Вот это уже ошибка. С какой стати частной собственностью земли городов и поселений могут быть? Это глупости. Все добросовестно ведущие сельское или подсобное хозяйство сохраняют свои права на обработку земли, пользуются дополнительной поддержкой государства. Ну, это же может быть и для собственности городской. С какой стати в городе отдавать землю в частную собственность? Непонятно. Гражданами Новороссии признаются все рожденные в Новороссии или законные добросовестно проживающие более пяти лет на территории Новороссии, или принявшие участие в защите суверенитета Новороссии в составе ополчения. Все граждане Новороссии обладают равными правами, не могут быть лишены гражданства без их согласия и так далее, и так далее, и так далее. Все. Вся декларация, вся декларация. На самом деле, не поставлены ключевые задачи о собственности власти, вопрос так и не разрешен. Об обороне вопрос не разрешен. Переход на военное положение, территорию, которая подвергается агрессии со стороны соседей, не разрешен. Декларация получилась пустая, она как-то пересказывает некие положения нормативных актов, которые известны из истории, используют термин СССР, ориентированно на правоприемство от СССР, и это, конечно, полный тупик. Это тупик, и, может быть, не случайно этот документ не был замечен и не был прокомментирован теми, кто мог бы это сделать из аналитиков, из экспертов, из правоведов. Вот, кстати, и Российская Федерация, ее руководство говорит о том, что правоприемство от предшествующих исторических периодов, предшествующих СССР, не предусмотрено, его не будет. Дмитрий Медведев, премьер-министр, заявил, обязанность принять закон реституции может привести к полной неразберихе в имущественных вопросах, причем права на имущество могут предъявить не только граждане Украины, но и большая часть граждан России и Польши. И других государств, при этом которых это имущество принадлежало до 1940 года. То есть никакого возврата собственности, разграбленной в период гражданской войны, не будет. Но от этой собственности мало чего осталось, конечно. Ну, хоть то, что осталось, можно было бы вернуть. Там, где сохранились документы, там, где есть добросовестные наследники, то есть те, кто не выступал против нашего государства, не наносил ему ущерб, в этом случае можно было бы принять акт о лишении прав собственности. А во всех остальных случаях надо вернуть хотя бы то, что осталось, те крохи, то, что не амортизировано, то, что не разрушилось, не перестроено, куда не вложены дополнительные средства другими собственниками. Но почему не сделать то, что, в общем, никак не подорвет основы экономики, но восстановится справедливость, что украдено в 1917 году, то должно быть возвращено из того, что осталось. Не так уж много осталось. Нет, наша государственная власть ориентирована не на восстановление справедливости, не на правоприемство от всех предшествующих государственных форм. По крайней мере, от империи это государство не собирается преемствовать ничего. Речь идет, конечно, не о государстве, а о том политическом режиме, который установился. Даст Бог мы этот политический режим сломим, свернем ему шею и установим такой политический режим, который будет восстанавливать и справедливость, воров будет наказывать и называть ворами, а ограбленным возвращать их имущество, возвращать их достоинства и приносить извинения за понесенный ущерб, поскольку если мы преемники, то значит мы должны отвечать и за это, мы должны возмещать и моральный ущерб за то, что наворотили наши предшественники, безумцы, в том числе и те, которые действуют сегодня. Владимир Путин признан самым влиятельным человеком года. 380 сотрудников редакции «Франс Пресс», работающих по всему миру, поставили российского лидера на первое место рейтинга. Посмотрим, как реально влияние Владимира Путина отражается на российскую экономику. Нефтяные компании отреагировали на окрик президента Владимира Путина и понизили цену бензина. На московских заправках топливо подешевело в среднем на 30 копеек или чуть меньше, чем на 1%. Вот таково влияние Владимира Путина на российскую экономику. Может быть, он на мировые дела влияет больше, чем на то, что происходит в России. Также о влиянии Путина на мировые дела говорит тот факт, что Китайская Народная Республика отказала России в переходе на рубль в межгосударственных расчетах. Российскую валюту назвали слишком нестабильной и рискованной. Ну что и понятно. А в чем измеряется, интересно, влиятельность Путина на мировые дела? Может в том, что он обрушил рубль и повлиял на весь мир, который теперь отказывается брать российские рубли, которые оказались такими нестабильными бумагами. По мнению китайских экспертов, имеющие место обесценивание российской валюты, нанесет огромные риски не только самой России, но и Китаю. Повлиял Путин на Китай. Смог. Который экспортирует соседям огромные партии различных товаров. Поэтому что мы не сможем больше эти товары покупать. Хоть они и дешевые, но вот в наших карманах рублей окажется слишком мало, для того, чтобы покрыть расходы на производство этих товаров. Ну а недавно российские власти подписали контракт по поставку газа в Китай. Причем газопровод Силы Сибири Россия будет строить за свой собственный счет. То есть такой выгодный контракт, что мы за свой собственный счет построим колоссальный газопровод, а также будем продавать газ Китаю по демпинговым ценам. Оказал влияние Путин на мировую экономику? Очень здорово оказал. За счет России. Помог Китаю. Строит газопровод Силы Сибири. Будет по дешевке сбывать наш газ ближайшему соседу. На торжественное мероприятие по началу работ, с которым принимал участие лично Владимир Путин, китайская сторона демонстративно послала чиновника невысокого ранга, что и говорит об уровне влияния Владимира Путина на мировые дела. Ничтожному правителю, соответственно, ничтожный партнер по проведению торжественных мероприятий. Вы разрезайте там свои красные ленточки, строите свою силу Сибири, а всю прибыль получит Китай. Вот политика Владимира Путина. Глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что российская экономика должна адаптироваться к новым условиям. Мы должны научиться жить в новой зоне, ориентироваться в большей степени на собственные источники финансирования, проекты и давать шансы для импортзамещения. Какое открытие сделала глава Центробанка? Как будто она всю жизнь жила где-то на другой планете, а здесь, появившись в России, вдруг открыла для себя некие элементарные вещи. Видимо, уровень профессионализма Владимира Путина, Набиулина и всей шайки, сидящей в Кремле, находятся именно на таком уровне, на уровне инопланетян. Российский вице-премьер Юрий Трутнев нашел преимущество в ситуации на финансовых рынках. Видимо, он с большим вниманием смотрит на табло, которое вывешено рядом с обменными пунктами валюты, поэтому он нашел какие-то преимущества для себя. По его мнению, эта ситуация стимулирует ускорение развития страны. Мы неправильно читаем изменившуюся ситуацию на финансовых рынках, полагает Трутнев. Мне кажется, что нам сейчас надо не охать на тему цены на нефть или каких-то других экономических сложностей, а просто быстрее, эффективнее работать. Ну, а до сих пор, видимо, они занимались чем-то другим. И вот вдруг действительно такое позитивное влияние на мозги правительственных чиновников, и они решили, что надо быстрее и эффективнее работать. До этого они просто либо вообще не работали, либо отдыхали, может быть, они находятся в бессрочном отпуске, а сейчас наконец-то решили выйти на работу и высказаться как Набиулина или как Трутнев. Вице-премьер Ольга Голодец на Всероссийском семинаре совещаний по вопросам развития социальной сферы субъектов России назвала неминуемым рост числа бедных в России. Число бедных в России по итогам 2014 года составило 15,7 миллиона человек. Вот эти цифры вполне говорят об уровне компетентности. Компетентность на нуле. И поэтому фамилия вице-премьера Голодец нам о чем-то напоминает, может быть, говорит нам о ближайшем будущем. Нас, конечно, помимо этих высказываний могла привлечь пресс-конференция Путина, поскольку его выступление перед федеральным собранием с посланием было абсолютно пустым и бессмысленным, то многие надеялись, ну, может быть, Путин разъяснит хоть чего-нибудь на пресс-конференции. Ну, мне не удалось посмотреть всю конференцию полностью, потому что тошнота от этого пустозвонства наступает очень быстро. Два раза по полчаса я терпел, слушал весь этот бред. Ну, и, конечно, для того, чтобы запомнилось самое глупое, был введен сценарий, вот этот сюжет с Вологодским квасом. И человек с бессвязной речью, похожий на речь Пьянова, вот стал героем всех средств массовой информации. Ну, а больше говорить не о чем. Энергичное пустозвонство в течение трех часов. С таким домашним обращением к журналистам. Там, Ксюш, Дим и так далее. Понятно, что это все действительно домашняя заготовка, что там не было ни одного неожиданного для Путина вопроса. Все вопросы заранее были срежиссированы. Поэтому и бессмысленность всей этой затеи абсолютно очевидна. И подавляющее большинство граждан, конечно, до конца смотреть не стали. Ну, посмотрели, может быть, в самом начале увидели, что человек с лицом мумии уже не может сказать ничего внятного, говорит энергично, полную чпуху. И выключили телевизор или радио, если они слушали это выступление по радио. Ну, а тем, кто не дослушал, могу с уверенностью сказать, что, в общем, правильно, нечего слушать. У этих людей ничего нет. В головах, на языке, в общем-то, кроме пустопорежной чпухи, больше ничего быть не может. Поэтому смена власти абсолютно неизбежна. Вот эти уже геронтократы, их можно таковыми считать, потому что мозги у них уже состарились давным-давно, может быть, еще много лет назад. Но теперь все это становится все более очевидным. Не могут геронтократы править страной. Не могут люди с сознанием марсиан управлять великой Россией. Поэтому чем быстрее произойдет смена власти, тем лучше. Желательно, чтобы не произошло так, как на Украине. Для этого русское национальное движение, конечно, должно энергично развиваться. И каждый, кто хочет для своей страны благо, должен содействовать русскому движению, должен вступать в русские организации, должен добиваться в стране русской власти. Русская власть, конечно, все это поправит, вычистит всех этих геронтократов, глупцов, невежд, недоумков. И компетентные люди быстро приведут страну в чувство, наладят нормальную экономику, прекратят бессмысленные политические репрессии. В общем, русская власть знает, что делать. А антирусская, которая сейчас размещена в Кремле, не в состоянии ни знать, ни понимать ничего, ни, соответственно, действовать во благо нашей страны. Ситуация такова, что люди, которые считаются у нас в стране счастливыми, а это три четверти по социологическим опросам, видимо, стали в последнее время беспокоиться. Все-таки что-то такое чувствуется в стране, происходит, и у людей складывается какое-то такое ощущение, не все в порядке, как будто бы вот у парализованной змеи начинает потихоньку отрубать хвост, и она в какой-то момент, когда уже топорно занесен над шеей, начинает чувствовать что-то там, вот ломота какая-то в кончике хвоста. Согласно свежему опросу Левада-центра, 80% респондентов говорят о росте цены снижения жизненного уровня. Заметили, странно, да? Не заметили проблем в российской экономике 14% участников, ну это, наверное, жители тайги, может быть, затруднили с ответом 5%. Основные причины ухудшения экономической ситуации опрошены в виде впадения цен на нефть, 45%. Ну, видимо, люди решили, что они за счет нефти вообще живут. В санкциях стран Запада 33%, ну, чужой дядя всегда виноват. А также в расходах, связанных с вступлением Крыма в состав России 30%. По 26% участников исследования считают, что всему виной коррупция в органах государственной власти, а также особенности российской экономики, в том числе технической отсталости и сохранение советской отраслевой структуры. Ну, это более-менее вменяемые люди, которые что-то такое себе представляют о собственной стране. Вот остальные, видимо, как раз это вот четверть. Остальные три четверти, видимо, так и пребывают в счастливом ощущении жизни. И им ничего не интересно ни о структуре экономики, ни о повальной коррупции, ни об измене высших органов государственной власти. И 50% не ощутили на себе проблем от западных санкций. Ну, я думаю, что 100% ощутили на себе какие-то проблемы, а только 50% решили, что все-таки это не западные санкции на них воздействуют, а санкции, которые под видом западных к ним применил Кремль. И это разумное ощущение. 31% говорит о не слишком серьезных затруднениях. О серьезных проблемах сообщили 16% респондентов. Ну, в следующем году, я думаю, цифры поменяются. Как минимум половина граждан России очень существенно почувствует, что их кошельки облегчились раза в два, многие потеряют работу. Я думаю, что это будут миллионы людей. И настроение изменится серьезным образом. Поэтому ожидаем изменений в системе власти. Ожидаем, что там появится хотя бы небольшая группа вменяемых людей, которая все-таки сделает ориентир на возрождение России как национального государства. Отчего же произошел развал российского финансового рынка? Отчего изменился курс национальной валюты? Почему все это происходит? Ну, один из сценариев говорит о том, что все это произошло по воле Владимира Путина. И он опередил иностранных партнеров, которые могли бы сделать то же самое. Он удовлетворил запросы Роснефти, поручил Центробанку совершить эту аферу. Выделили 625 миллиардов рублей. С чего не бывало никогда. Роснефти, которая задолжала иностранным партнерам колоссальные суммы в валюте. И вот эти 625 миллиардов рублей были брошены на закупку валюты. Соответственно, рынок рухнул. Роснефть спасли. Россию разрушили. По крайней мере, разрушили относительную экономическую стабильность, плавно ведущую нас в пропасть. Ну, вот здесь возникли некие обстоятельства. Решили уж в пропасть пусть летит. Пусть летит сейчас, чем потом. Сейчас можно извлечь хотя бы какую-то выгоду. Выгоду получили. По меньшей мере, Роснефть получила 625 миллиардов рублей. Ну, фактически, безвозмездность ссуды. Каким-то образом там потом зачтется. Но это нас совершенно не интересует. Потому что помимо вот этого безобразия нажились еще на разнице в курсе. Заранее знали, что произойдет обвал. Поэтому сконцентрировали финансовые ресурсы. По дешевке купили то, что продали накануне. То есть, вот эта биржевая спекуляция, заранее подготовленная, привела еще к колоссальному обогащению некой узкой группы лиц, которая знала, что Роснефть поступит вот так. Получат деньги от правительства. Запросили они 2,4 триллиона рублей. Но пока что им выдали 625. Я думаю, что разница между этими суммами была покрыта как раз валютной спекуляцией на рынке. Может быть, еще и спекуляциями с ценными бумагами. Но это же просто, когда они еще достаточно дорогие, их продать. А когда рынок рухнул, обвалился, обратно их купить. И разница в цене, естественно, поступает в карман вот этим валютным и биржевым спекулянтам. Вот поскольку в ситуации катастрофического падения на нефть, облигации убыточной нефтяной компании никому не нужны. Их покупки можно принудить только госбанки. То есть, выпущены были Роснефтью облигации, которые принудили купить государственные банки. А им компенсировала затраты Эльвира Набиулина из Центробанка. Центральный банк провел так называемый ломбардный аукцион сроком на 3 года, объемом 700 миллиардов рублей. И банки, купившие у Роснефти ее облигации, смогли их тут же заложить в Центробанк в обмен на соответствующую денежную сумму. Вот такая хитрая операция. Можно было просто взять и положить в карман Сечину вот эти 625 миллиардов, но решили прикрыть некой операцией ломбардного аукциона, кому он нужен и чем он, собственно, обоснован. Да ничем, только потребностями Роснефти и других олигархических структур. Фактически Роснефть прокредитована за счет скрытой эмиссии, которую провел Центробанк. Не на рынок вывалили 700 миллиардов ничем не обеспеченных рублей. Конечно, курс рубля завалился. Чтобы хоть что-то предпринять, Центробанк, конечно, повысил базовую ставку. Ставка ЦБ дает кредиты коммерческим банкам, которые уже дают их предпринимателям. Повышение произошло до 17%, для сравнения на Украине 12%, то есть там кредиты дешевле. У нас подорожали они просто безумно, но, соответственно, дальше начинает заваливаться бизнес, потому что он не может переваривать такие кредиты. Кроме того, рухнула платежеспособность населения, и, соответственно, предприятия не могут сбыть продукцию, не могут получить деньги и не могут обеспечить кредиты. Все, экономика останавливается. Кредиты брать невозможно, реальный сектор экономики остался без финансирования. Кредитно-финансовая система фактически обессмыслилась. Кроме этой аферы произошла еще одна, это докапитализация банков. Решение об этом приняла Государственная Дума. Из государственного кармана выломили еще один триллион рублей. Это фактически совершение крупномасштабного преступления, и лица, участвовавшие в голосовании в Государственной Думе, это преступники, которых пора сажать за решетку. Было много и других преступлений, но это прямое изъятие из государственного кармана триллиона рублей прямо по решению Государственной Думы. Все, кто готовил это решение и кто его исполнил, являются государственными преступниками. Мы это должны знать совершенно четко. Поэтому, когда наступят серьезные перемены, и когда депутатов начнут сажать за решетку, вот нынешних тех, которые приняли решение, то все должны воспринять это как норму. Потому что где размещаться государственному преступнику? Конечно, в тюрьме. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о докапитализации Внешэкономбанка на сумму 30 миллиардов рублей. Ну вот это, видимо, из той же самой суммы. Это был подарок, который Медведев принес банку и приурочил его к 90-летию госкорпорации. Где такая госкорпорация была 90 лет назад? Конечно, это все выдумки. Выдуманный юбилей. Но, может, его специально придумали для того, чтобы получать подарки от премьер-министра, на которого он, конечно, не имеет никакого права. Правительство в сентябре приняло принципиальное решение поддержать Внешэкономбанк, предоставив ему ресурсы суммарным объемом в 240 миллиардов рублей. ВЭП оценил свою потребность несколько повыше, в 340 миллиардов рублей. Но тут подвернулась Роснефть. Надо сначала Роснефть и Роснефть одарить этими подарками. Поэтому, видимо, Внешэкономбанк еще подождет. Вот он из того триллиона рублей, которые выделила Госдума, получит, конечно, свое. То есть все они свое получат, все, что просят. Для своих в этой группировке позволено все, для чужих только по закону. По закону это значит шиш. Ничего. Вот нам не достанется ничего, кроме кризиса. А у них кризиса не будет. Они распоряжаются бюджетом как своим карманом, поэтому у них кризиса не будет. Кризис будет у нас. Нам надо обернуть этот кризис против них. Чтобы у них был такой кризис, чтобы в конце этого кризиса у них вообще ничего не осталось. И все эти люди, все эти банкиры, все эти депутаты, все эти члены правительства оказались за решеткой. И только так мы свой собственный кризис можем как-то разрешить. Многие сравнивают декабрь 2014-го с дефолтом 1998-го. Хотя это не совсем так. Дефолт 1998-го года тоже был рукотворный. И этот рукотворный, я не сомневаюсь, что он организован Кремлем. И тогда он тоже был организован Кремлем. Ну, потому что надо было подстричь выросшее предпринимательство, снять те накопления, которые худо-бедно за несколько лет люди собрали там, где они эффективно работали, там, где были хоть какие-то возможности для формирования резервов, запасов, для формирования накоплений. Все это было срезано в 1998-м году разовым решением. Специально посадили на премьерский порст мальчика-колокольчика Кириенко и сказали, ты не будешь знать никаких проблем по гроб жизни. Вот он и не знает никаких проблем. А Россия знает проблемы. И сейчас повторяется фактически то же самое. Ну, может быть, Медведев засиделся на своем кресле, и ему вот, он же тоже похож чем-то на Кириенко, такой инфантил. Ему, может быть, тоже подкинули это решение. Давай мы сейчас все это здесь развалим, ограбим всю страну, а потом все свалим на тебя. Ну, у тебя никаких проблем до конца жизни не будет. Ты какую-нибудь госкорпорацию будешь возглавлять. Денег у тебя будет даже больше, чем на посту премьера. И, конечно, разве Медведев откажется от такого? Они же все такие. Они же все подонки. Поэтому им разграбить собственную страну да никаких проблем. Кажется, что кризис 1998-го года был несколько полегче. Была обвальная девальвация рубля, точно так же, как и сейчас. Девальвация нынешнего года составила примерно 100%. Девальвация 1998-го была 300-400%. Многие, наверное, об этом забыли. Оба кризиса связаны со снижением цен на нефть. Только в 1998-м году она опустилась до 8 долларов за баррель. Ну, сравните с сегодняшними ценами. А сейчас развал системы произошел при 60 долларах. То есть, на самом деле, система стала более хрупкой. Кроме того, ведь Путин всегда отчитывался о своих успехах, как раз отталкиваясь от ситуации 1998-го года. То есть, от совершенно провальной ситуации. Ну, точно так же, как большевики рассчитывали успехи своих пятилеток от гражданской войны, когда вообще вся экономика остановилась. И вот темпы роста были просто фантастические, рекордные. У Путина точно то же самое. Те же самые рекордные темпы, якобы они были отсчитанные от вот этого самого провального 1998-го года. Поэтому не верьте этому вранью. Нет ничего, никакого развития при Путине нет в стране. Ни на грош. Экономика не развивается. Общество вообще деградировало, стагнировало и не может найти никаких точек роста в себе. То есть, это чисто бюрократическая, замерзшая, омертвевшая система и в экономике, и в общественной жизни. В 1998-м году был огромный госдолг. И многие на это все списывали. Вот большой госдолг, и Россия никак не может встать с колен, надо сбросить с плеч. Путин сделал вид, что сбросили с плеч этот государственный долг. Расплатились, потому что цены на нефть выросли невероятно в 10 раз и более чем в 10 раз. Но на самом деле, под этим соусом огромные долги накопились у госкорпораций, крупных корпораций, чьи кредиты, взятые за рубежом, были гарантированы государством. Фактически, переложили долг из одного кармана в другой, вот эти долговые расписки. Но какая разница, в каком кармане они лежат? Как они учтены? Либо по гарантиям государства у госкорпораций, либо прямо у государства, у государственного бюджета. Какая разница? Вот никакой разницы. Поэтому тоже вранье. Долговое бремя на России как было, так и осталось. И колоссальные деньги, которые поступили в казну от высоких цен на нефть, просто разграблены. Просто целиком разграблены. Можете себе представить, вот весь этот золотой дождь, он поступал в карманы узкой группы лиц, вот тех олигархов, которые мы бы хотели распотрошить, отнять у них абсолютно все, вплоть до столового серебра, и усадить за решетку. Но ведь это справедливо, согласитесь, это справедливо. Это надо сделать, и желательно это сделать немедленно, отнять у них все. Ведь они продолжают грабеж. Ведь мы пришли вторично к такому же дефолту, который был в 98-м году. И с теми же самыми последствиями для страны. Катастрофа для всего малого и среднего бизнеса. Катастрофа для огромных масс людей, которых сейчас будут увольнять или сокращать им зарплаты. Катастрофа для всего населения, потому что платежеспособный спрос просто рухнул. И, соответственно, рушится экономика, люди оказываются на улице, им нечем платить. Замкнутый цикл. Пока мы не уничтожим олигархию, все будет происходить именно так. Сравним, например, что происходит с экономикой, когда она получает колоссальные средства от нефти. Есть Аравийский полуостров, есть азиатские государства, которые в основном-то и занимаются добычей нефти. У них ничего, собственно, больше нет. Ни развитой экономики, ни передовой науки, ничего того, что русская цивилизация подняла и что было на уровне всего остального мира и даже опережала мир. Но ничего у них нет, кроме нефти. Вот как живут. Бензин на внутреннем рынке гораздо дешевле, чем в Российской Федерации. Население стран Аравийского полуострова сравним. Саудовская Аравия 30 миллионов, Арабские Эмираты 10 миллионов, Катар 2 миллиона, Кувейд 3,5 миллиона, Аман 3,5 миллиона. Суммарно 49 миллионов человек. То есть это не маленький такой регион. Это не просто сидят люди и черпают из-под земли нефть и продают, и на этом живут. Нет, там и социальных проблем хватает. Вот это успешная Аравийская пятерка. У них там есть и менее успешные. Йемена и еще 25 миллионов человек. Вот там кроме нефти и туризма нет больше ничего. Тем не менее, социальные обязательства исполняются. И арабы живут припеваючи, при том, что там и сельское хозяйство вести невозможно. Просто песчаная территория, выжженная солнцем земля, из которой прет нефть. Так же, как у нас нефть прет из сибирских регионов. Да, нам надо трубы прокладывать еще довольно это далеко. Тем не менее, это дармовой доход и он мог быть направлен на развитие страны. Но нет, его просто предпочли украсть. Вот и все. В Российской Федерации нефть, газ, лес, металлы, калий, магний, серебро, золото, алмазы, самоцветы. Вся таблица Менделеева. При этом рубль привязан к нефти и падает камнем вниз вместе с уменьшением цен на нефть. Если прикинуть доходы от продажи нефти на душу населения в воровистских странах и сравнить с Российской Федерацией, то возникают вопросы, почему же мы такие бедные. Может, потому что мы трусливые и потому что мы терпим в голове нашего государства вот всю эту шайку воров-преступников, совершенно тупых, необразованных, не умеющих мысли стратегические люди, которые знают только одно – воровство. Вот их по воле Рока забросило туда, на верхние этажи власти. И они совершенно ни о чем не думают. У них просто никакие другие мысли в голову не помещаются. Маленькие такие головки, там извилин малый, мозг крошечный. Головки, посмотрите, какие они сами из себя. Люди-то такие микроцефалы. Головки маленькие, мыслей мало. Поэтому думают только об одном – о личном обогащении. Вот это единственное, что им удается. Но нам-то нужны правители совершенно другие. Давайте приложим силы к тому, чтобы этих не было, а были другие. И те, кто думает о стране, и те, кто… Ну, пусть они немножко думают и о своем обогащении, но на первом месте-то они должны думать о том, как страна должна богатеть, и как должно богатеть наше население. Население вполне по тем доходам, которые есть, может быть зажиточным. И никаких бедных у нас может и не быть. И страна может развиваться. Есть эти ресурсы. Можно восстановить науку, и культуру, и образование, и медицинское обеспечение. Все это можно сделать. Но только эти люди, которые находятся у власти, сделать не могут, и не хотят, и не будут делать ничего. Значит, нам надо сделать. Значит, нам это надо сделать. Заменить эту совершенно воровскую, и бессовестную, и бесталанную власть. Этнокриминал продолжает буйствовать на просторах нашей страны. Вот просочилась информация, раньше она скрывалась. В ночь с 29 на 30 ноября в одном из баров на Соловках произошла жестокая разборка. Гастарбайтеры Западной Украины побуйствовали и столкнулись с местными жителями. В эту ночь бар был заполнен до отказа. На дискотеке также гуляли 10 гастарбайтеров в Западной Украине, которые работают на объектах по благоустройству Соловков. Что они там делают, кто их туда пригласил, это пока остается тайной. Парадоксально, но работа на данных объектах происходит по государственному подряду. То есть получается, что вот всю эту мразь, которая устроила там бойню, криминальную бойню, приглашают на работу государству. Ну не наша государственная власть. Государство это наше, власть не наша. Поэтому она и приглашает всяких подонков для того, чтобы жить здесь и устраивать всякие безобразия. Работу ведет фирма «Балстрой». В данный момент на Соловках, на объектах по господряду, работают порядка 100 гастарбайтеров из Западной Украины. А местных жителей-то всего полтора, всего около полутора тысяч. Поэтому соотношение сил в локальном месте может быть уже в пользу Западной Украины. А еще в ближайшее время на Соловки планирует прибыть еще одна бригада западноукраинских гастарбайтеров, порядка 400 человек. Это уже фактически оккупация. Так вот, на дискотеке с 29 на 30 ноября присутствовало 10 гастарбайтеров. И во время танцев один из них вскочил на стол с криками «Слава Украине! Героям слава!» и потребовал себе одну из девушек. Местные партии за девушку заступились, и началось безобразие. Переворачивались столы, билась посуда, шесть человек в ходе драки оказались изувечены. На помощь украинским гастарбайтерам пришли остальные коллеги, ну, то есть вся бригада, можно сказать. В бар прибыл ЧОП, охраняющий объекты Балстроя, его бойцы также оказались побиты. В общем-то, в порядке вещей, видимо, оккупанты так расправляются, в том числе и с полицаями. Поздравляем полицаев, всех ЧОПов и всех государственных служб. Гастарбайтеры будут вам указывать, как вам жить. Примечательно, что участковый явился на место драки, когда все уже закончилось. На момент его прибытия в бар он уже был захвачен западноукраинскими бандитами. Да, это же бандиты, это же не работники. Особое недоумение в этой истории вызывает не то, что на казенных объектах работают граждане Западной Украины, а то, что эта информация тщательно замалчивалась с чиновниками Архангельской области. Но поскольку они заодно, видимо, они получают серьезные доходы от того, что приглашают на работу вместо местных жителей, жителей Западной Украины, поэтому замалчивали. Но теперь мы знаем, что руководство Архангельской губернии это руководство проходимцев и врагов нашего народа, врагов России. Оно должно ответить за то, что проводят вот такие программы по привлечению западноукраинских бандитов на работу в Архангельской области. В Санкт-Петербурге тоже этнобандитизм спонсируется местными властями. Районный суд Санкт-Петербурга 11 декабря в соответствии с предложением прокурора признал некоего Рамзанова виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, средней тяжести и освободил его по амнистии в зале Сюда. 1 сентября прошлого года Рамзанов на улице повздорил с молодой девушкой, которая нанес три тяжелых удара по голове. На скорую помощь потерпевшую доставили в больницу, две недели лечили, выписали и дома она скончалась от кровоизлияния головного мозга. У девочки была врожденная болезнь сосудов, как говорят, и поэтому нанесенные Рамзановым удары могли лишь способствовать ее смерти, но причина была названа в ее собственной болезни. То есть вот так можно на улице человеку ударить в голову пару-тройку раз, он скончается через пару недель от полученных травм и объявят вот такого Рамзанова, раз уж он Рамзанов, объявят его виновным, но не в убийстве, а в том, что он нанес какие-то там телесные повреждения, а смерть-то наступила не из этого. Вы, граждане россияне, не болейте, тогда никаких проблем у вас не будет. Если вас будут бить по голове битой, то, может быть, вы выживете. А если не выживете, значит, это проблема с вашим здоровьем. Он же сам сказал, что не хотел. Ну, случайно, ну, простите меня. Ну, суд простил. Если бы на месте Рамзанова был русский человек, его бы простили? Никогда, никогда. Сел бы надолго. И сел бы за убийство. А в данном случае, ну, телесные повреждения, средней тяжести. Подумаешь, какой пустяк. Это фактически провокация судебных органов на дальнейшее раскручивание спирали этно-бандитизма, захолестнувшего всю страну. Ну, и таких судей самих надо отдавать под суд. Думаю, придет время, все судьи, ныне действующие, будут привлечены к ответственности за те безобразия, которые они творят. Вот портрет инородца, который получил должность, наверное, за деньги. Говорят, что в полиции очень многие должности, может, даже все, получаются за деньги. Вот приезжает какой-то гастарбайтер в Российскую Федерацию, может, он и жил здесь, не знаю, гастарбайтер ли он. Здесь как-то приживается, десяток лет живет, потом идет в полицию, потом заканчивает какое-нибудь учебное заведение, и вот он уже, подполковник юстиции, Расул Тлисов. Это глава следственного отдела ОВД Восточный, вместе со своим другом. Они не подчинились требованию сотрудников ДПС об остановке и дали по газам, уехали на своей машине, желая проверить, как быстро дорожные полицейские смогут их поймать. Кошки-мышки такие решили поиграть. А когда их задержали, Тлисов ударил одного из инспекторов и в драке, в этот момент, когда началась драка, на место происшествия прибыло подкрепление, и они скрутили вот этих двух подонков, Расул Тлисова, подполковника юстиции, и его приятеля. Потом повезли на освидетельствование, потому что, конечно, эти люди дуть в трубку не собирались, повезли на освидетельствование, и там эти два приятеля просто сбежали. Они сбежали с места правонарушения, не подчинились действиям сотрудников ДПС, а потом сбежали из больницы. Ну, конечно, этого Тлисова уже уволили. По месту жительства ему и его приятеля отправили повестки для явки на допрос, но сам факт того, что за люди служат в полиции, бог ты мой. Целый следственный отдел в отделении внутренних дел возглавляет человек, как минимум неадекватный, который сел за руль в пьяном виде, который устроил драку, который просто является асоциальным, антисоциальным элементом. Как такие люди попадают в полицию? Я подозреваю, что их специально туда отбирают, господин Колокольцев, самый, видимо, является человеком подобного же склада, поэтому подобное тянется к подобному. И нароческий элемент, видимо, тоже присутствует в окружении господина Колокольца, он не может ему что-либо противопоставить, поэтому органы полиции заполняются людьми неадекватными, которые не умеют соблюдать закон и не хотят его соблюдать, и которые имеют представление о жизни, вот такое, как Расул Тлисов, устроивший вот это безобразное происшествие и не отличающийся представлениями, внятными представлениями о правопорядке, законности и вообще приличном поведении в том обществе, которое, наверное, кажется ему совершенно чуждым, и здесь он ведет себя как будто здесь тайга, и здесь подвольно все, и здесь он играет роль того самого медведя, который хозяин этой тайги. Думаю, господину Колокольцеву надо объяснить, что не он здесь хозяин, не министр внутренних дел, и что не его подчиненные здесь хозяева. И ему, и всей вот этой вот сволочи, которую он собрал вокруг себя, придется отвечать перед народом, который является настоящим хозяином этой земли.